Добрый день, уважаемые коллеги. Это еженедельный обзор рынка от компании Тикмил и с вами я, Артур Идиатулин. Прежде всего мы поговорим с вами о нефтяном рынке, которому доллар обязан возвращением былой привлекательности. Это произошло потому, что экономика США имеет наибольшие перспективы роста среди лидирующих экономик, и поэтому повышение цен на энергоносители означает также повышение цен на конечные товары и услуги до потребителей, то есть это означает ускорение инфляции. Также ускорение инфляции обесценивает будущие потоки платежей по некоторым бумагам с фиксированной доходностью, в частности, что заставляет инвесторов требовать большую доходность по ним. Быки на нефтяном рынке перевыполнили план работы на прошлой неделе, поэтому на этой неделе взяли заслуженный перерыв. Цены отступили в среду от трехлетнего максимума. Для американского бенчмарка VTI уровнем сопротивления стала отметка 69 долларов за баррель. Для североморского сорта бренд этой отметкой выступил 75 долларов за баррель. На рынке сейчас растет число желающих быстро и легко продать на верхах после впечатляющего ралли на прошлой неделе. Также растет число инвесторов, фиксирующих прибыль по удачным краткосрочным входам. А новости, вызвавшие ажиотаж на прошлой неделе, сменились довольно безрадостной статистикой от Американского нефтяного института, который показал рост запасов коммерческих на 1,1 миллиона баррелей на прошлой неделе. Разумеется, несмотря на переход цен в отрицательную зону, в целом рынок остается бычьим, так как период перенасыщения рынка, начавшийся в 2014 году, закончился благодаря сокращению поставок ОПЕК и растущему мировому спросу. Координированные действия ОПЕК и России позволили мировым запасам вернуться на средний уровень за 5 лет, что может считаться успешным выполнением задачи по сокращению дефицита на рынке. Чиновники нескольких нефтяных держав щедро снабжали рынок намеками о том, что баланс спроса и предложения вскоре может сдвинуться в сторону дефицита. А министр энергетики России Новак вообще допустил возможность перманентного создания альянса ОПЕК России, что, конечно же, сулит повышение управляемости мировым предложением и позволит этим странам сохранить нефтяные цены на желаемом уровне, вне зависимости от колебания спроса и других шоков. Среднесрочный рост цен стоит ожидать хотя бы потому, что фьючерсный рынок сейчас торгуется в бэквардации. Это такое состояние рынка, при котором контракт на поставку нефти через месяц стоит дороже, чем все последующие контракты. То есть, чем отдаленнее срок поставки, тем ниже цена. Как мы знаем, чем выше цена, тем меньше спрос и тем больше предложения, если даже не лобо-фактора воздействуют на цену. И поэтому кривая в цен в данном случае выглядит как гипербола. Такая структура на фьючерсном рынке выгодна для ОПЕК, потому что вынуждает американских производителей продавать как можно больше сейчас, то есть освобождать свои хранилища, и меньше заключать контрактов на будущее, что эффективно сокращает общие мировые запасы. Собственно, для ОПЕК в условиях отсутствия возможности договориться, это был один из немногих способов воздействовать на американских производителей опосредованно через рынок. Единственный недостаток такой стратегии – это рост производства США. Учитывая, что для сланцевой нефти себестоимость добычи составляет около 40 долларов за баррель, а повышение цен будет стимулировать и предложения. Однако есть ряд причин полагать, что усилия ОПЕК компенсируют рост добычи в США, которая, кстати, недавно достигла почти 10,5 миллионов баррелей в день. Как я уже сказал, есть ряд причин полагать, что усилия ОПЕК компенсируют рост добычи в США. Во-первых, это возможности переработки американской нефти в мире, которые пока что ограничены из-за ориентации мировых НПЗ на более тяжелые сорта, производимые ОПЕК. Во-вторых, это политический нюанс, а именно напряженность между Китаем и США. То есть, профиль потребления нефти восточной экономикой будет и дальше сержать преимущественно традиционных поставщиков, таких как Россия, Саудовская Аравия, Ангола. И США, конечно же, там будет где-то в списке ниже. В-третьих, это смена конкурентного рынка на хоть какую-либо координацию производства в США, что также положительно отразится на ценах. Пока что производство американской нефти находится где-то между 10 и 11 миллионами баррелей. И это поднимает совершенно вторую строчку после России. Коммерческие хранилища опустили в США на 1,1 миллиона баррелей на неделе, заканчиваясь 20 апреля. И запасы снизились до 4,29 и 1,1 миллиона баррелей. Исходя из рассуждений выше, можно предположить, что сейчас нефть будет щупать дно, избавляться от слабых рук, чтобы затем продолжить рост. Успешная координация ОПЕК России действительно перевешивает американскую добычу как основной фактор влияния на рынок. В чем трейдеры сомневались до недавнего времени. Уровень 64-65 долларов за баррель, то есть примерно вот эта отметка. Можно считать платформой, с которой быки будут ставить на дальнейший рост. Теперь поговорим о фунте стерлинге. Банк Англии, а точнее его глава Марк Арни, остается крепким орешком для умов инвесторов. Во второй половине прошлого года он сигнализировал, что на Британии нависла угроза инфляционной спирали из-за девальвации фунта. И несмотря на нерешенный Brexit, стоимость заимствования в экономике не может оставаться низкой. После повышения ставки в ноябре прошлого года для рынков стало сюрпризом февральское замечание, где Карни и часть других чиновников заявили, что ставки могут расти чуть быстрее, чем полагает рынок. После мартовского заседания, где два члена комитета по монетарной политике высказали за повышение ставок, рынок стал готовиться к этому событию в мае, до последнего четверга. Тогда Карни в интервью BBC свалил все на смешанную динамику данных и разногласия в комитете, указав, что май это совсем не единственный месяц, которым будет проходить заседание в этом году. И повышение ставки может вполне произойти на других заседаниях. Фунт быстро усвоил урок и ушел, как видите, ниже уровня 1.40, причем ушел довольно беспрепятственно. Бойги попытались отыграться на уровне 1.39.30, также часть медведей зафиксировала тут свою прибыль, но движение вниз стремительно возобновилось. И возникает вопрос, стоит ли ожидать дальнейшего снижения? Естественно, час потерь была связана с комментариями Карни, однако фунт также сильно пострадал от роста доллара. Это также нужно помнить. Поэтому, насколько сильно Карни обвалил фунт, это еще не совсем понятно. Однако понятно одно, что инфляция резко замедлилась в марте до уровня 2.3%, и в то же время рост зарплат в марте составил до целых 0.8%, что вывел доходы населения в положительную территорию. Промедление в мае со ставкой создает риски чрезмерного охлаждения экономики из-за существующих темпов замедления инфляции. Фунт стремительно укрепляется в последнее время, и очевидно, это был не результат повышения ставки в ноябре, а какие-то другие фундаментальные драйверы, например, ослабление опасений, связанных с Brexit, который Карни недавно упоминал как основной фактор, основной драйвер и ко всех экономических происшествий во Великобритании, который очень внимательно наблюдается ЦБ. Поэтому повышение ставки является в данном случае разумным ответом на замедление инфляции и, как следствие, удорожание фунта, так как в данном случае повышение ставки и монетарная политика сейчас имеет меньший вес в динамике происходящего на рынке. Карни также известен своими сюрпризами и резкими маневрами в политике, поэтому исключать майское повышение ставки полностью нельзя. Удачным входом в данную ситуацию видится покупка фунт-доллара с уровня 1.3750-1.3850, то есть с этого диапазона. И, однако, опять же, все может испортить динамика доллара, который сегодня является популярным активом у инвесторов. Фунт может серьезно отреагировать на данные потребительской уверенности от JFK в четверг, так как в условиях роста доходов рост уверенности потребителя станет сигналом к росту потребления, другими словами, экономического роста. В пятницу в фунт ждут данные по сектору услуг ВВП, поэтому в конце недели стоит серьезно рассмотреть покупки фунта-доллара, а также продажи еврофунта в четверг в случае мягкой риторики Марио Драги на заседании ЕЦБ. На сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Встретимся с вами в пятницу.